Добрый вечер! В эфире выпуск новостей информационного агентства «Курганру» в студии Алексея Старцева. День народного единства. День народного единства. Именно поэтому 4 ноября вся страна собирается на митинги и шествия. Наш регион не исключение. Тем более, что 2016 год объявлен Годом развития и единства народов за Урали. Наша Курганская область, она многонациональна. Свыше 120 национальностей проживает на территории Курганской области. Но всегда, во все времена у нас царил мир, дружба, любовь и уважение ко всем национальностям, независимо от вероисповедания. По всему Зауралью участниками митингов стали около 3000 человек. Главная площадка была расположена в областном центре около кинотеатра «Россия». Перед собравшимися выступили представители общественных организаций, молодежных объединений, профсоюзные лидеры и, конечно, председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев. Естественно, Ассамблея народов Зауралья, главной целью которой является развитие традиционной культуры народов и укрепление единства и дружбы, поддерживает этот праздник. Я поздравляю всех с этим прекрасным праздником и говорю вам, в единстве народов и в дружбе главное в России. Когда мы едины, мы непобедимы. С праздником, дорогие курганцы! В этот день звучало много поздравительных слов, а во всех речах прослеживался девиз митинга «В единстве наша сила». Это неудивительно, ведь все мы – россияне, граждане единой страны, а взаимное уважение культуры и обычаев разных народов – оплот надежности и силы государства. Валерия Печорских, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.рум». День народного единства – нужный праздник. Почему, узнавала Юлия Пастухова. То, чтобы мы были, все-таки чувствовали, что мы единая одна страна, что мы – сила во всем мире. И вот это единство, оно когда сплотит все народы, тогда не будет никаких войн, ничего не будет, и мир будет. Объединялись все, чтобы друг другу были добрее. Очень актуально в свете событий разных войн, напряженности, конфликтов. Ну вот и единение народа у нас в первую очередь. Тем более в наше время, когда каждый за себя. Это как бы он просто необходим, я считаю. Ну мне вообще нравится, что сейчас вот в последнее время как-то вообще все объединились вокруг России. И молодежь в этом очень нравится, что вот все стали как-то вместе, дружнее, чем раньше было, конечно, каждый сам по себе. Важно, чтобы было объединение. Народ, чтобы не ругался, не кричал, что такое между собой. А жили друг с другом хорошо. После праздничного митинга прошло еще одно традиционное для Заураля мероприятие. Концерт в рамках 11-го городского фестиваля национальных культур «Венок дружбы». Наш корреспондент знает подробности. Эту женщину зовут Мариям Николян. Она в 2006 году при 1-й Курганской музыкальной школе создала факультет «История и культура Армении». В начале пути там занимались около 70 детей, сейчас немного меньше. Ее цель – не позволить маленьким армянам забыть свою культуру. Потому что народ живет вдали от своей страны. То есть это город Курган, очень хороший город. И надо сделать так, чтобы наш народ почувствовал себя, не потратил свои эмоции, свои традиции. Поэтому стараемся мы сейчас это все поднять. И естественно, вот у нас все даты, те даты, которые мы действительно ценим, вот мы обязательно должны проводить. Ее и представители других национальностей, которые занимают активную жизненную позицию и трудятся над главной задачей – не позволить забыть свои традиции и объединить все народности – наградили благодарственными письмами главы города Кургана. А юные участники 11-го городского фестиваля национальных культур «Венок дружбы» подготовили концерт. Уже стала хорошей, доброй традицией 4 ноября в городе Кургане проводить «Венок дружбы», когда представляют свои культуры, организации национального направления. Мы не делимся на национальности, мы составляем одну единую нацию – это граждане Российской Федерации. Этот «Венок дружбы» – это показатель того, как развиваются культуры на территории нашего города. В исполнении лауреатов Российского фонда культуры, курганских коллективов и гостей из Челябинска прозвучали народные песни, танцы и инструментальные композиции. Валерия Печорских, Александр Менчиков, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курганру». В закромах зерно, душе тепло. Как нельзя кстати, это русское пословице приходит на ум после посещения губернатора Курганской области крупнейшего зерносушительного комплекса региона. Особо устойчивый к холодам в Куртомышском районе выращивают популярных среди профессионалов мясного животноводства коров абердин ангузской породы. На сегодняшний момент здесь более 100 голов этой породы. В ближайшее время планируется увеличить племенное стадо до 2000. Все находится под пристальным вниманием специалистов ООО «Зауралье». Одна из современных ферм региона. На днях ее посетил губернатор Алексей Кокорин. В развитии животноводства имеют приоритетное направление и на государственном уровне. Минсельхоз. По линии минсельхоза одна из основных программ, которая будет поддержана и на государственном уровне. Это развитие молочного, мясного животноводства. Первое, конечно, молочного животноводства. Сегодня мы в очередной раз побывали в ЗАУ «Зауралье». Это самое крупное предприятие по производству молока. И самое крупное поголовье. Около 6 тысяч насчитывается поголовье. Кроме молочного направления, в хозяйстве стали уделять большое внимание мясному направлению. Не безуспешно. Среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота здесь выше, чем в среднем по области. Алексей Старцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». 3 ноября одна из ведущих школ города отметила свой 40-летний юбилей. В гущу праздничных событий окунулась Елена Шевкунова. 40 лет – дата, которую мужчины обходят стороной, а женщины стараются не оглашать, для учебного заведения вполне-таки серьезная. Ведь за эти годы из этих стен выпорхнули десятки тысяч учеников. Накануне праздника Дня народного единства в фойе Дворца творчества юных было полно гостей. И это не случайно. Выпускники разных лет пришли поздравить с юбилеем родную 22-ю. Наша параллель была самая-самая дружная, мне кажется. Сейчас мне даже учителя об этом сказали, что вы самый добрый выпуск, самый такой классный, что наши учителя подарили нам доброту. Мы все общаемся, встречаемся, дружим, продолжаем. Как бы вообще здорово все. О благодарности я хочу всем учителям сказать абсолютно, потому что мы были молодые, многого не понимали, что они хотели до нас донести. А потом уже спустя годы, действительно, они ведь были в чем-то правы. В этот вечер теплые слова благодарности, естественно, звучали в адрес главного достояния школы, в адрес учителей. Многие из них отдали школе все свои годы трудовой деятельности. Среди них и заслуженный учитель России Владимир Максимов. Он проработал в школе 28 лет и продолжает дальше учить молодое поколение. Его выход на сцену в качестве ведущего зал искупал бурными овациями. Ведь в памяти учеников Владимира Александровича сохранились не только полученные знания, но и остроумные шутки педагога. Школа – это жизнь. Школа – это не работа даже, а удовольствие. И поэтому мы практически живем с молодежью, в душе постоянно остаемся молодыми. А ей по-другому это, в принципе, уже не представляем, как это вообще можно жить без школы. Педагоги, как и ученики, не скупились на слова благодарности родному учебному заведению. Среди гостей была бывшая директор школы, преподаватель истории Наталья Александрова. Она начиналась как сильная школа. И в мои годы была, в 90-е нам удавалось ее не просто удерживать в те тяжелые годы, а удавалось развивать, удавалось сохранять хорошую, сильную, уважаемую школу. Она всегда востребована учениками, родителями. И я думаю, что сейчас я очень радуюсь за коллектив, благодарна коллективу, который марку школы держит и желаю ей успеха. История сегодняшнего директора школы Эльвира Гончар поистине уникальна. Школе 40 лет, а Эльвира Витальевна провела в ней 39. 1 сентября 1977 года мама привела ее в первый класс 22-й, что и определило ее профессиональную судьбу. Конечно, каждая школа может похвастаться своими выпускниками. Я хочу сказать, что школа 22, несмотря на то, что она не меняла свой статус, она осталась общеобразовательной школой. Я хочу сказать, что это далеко не средняя школа. И она действительно славна традициями педагогического коллектива. Она славна традициями обучения, воспитания. Сегодня в школе обучается 1366 учеников. 70 человек педагогического коллектива. 88% этого коллектива – учителя в высшей клалификационной категории. Некоторые педагоги, выйдя на пенсию, продолжают обучать, например, дистанционно. Одна из них – учителя русского языка и литературы Надежда Михайловна Потапова. Не удержалась и произнесла стихи собственного сочнения. Прихожу, навещаю вас, повзрослевшие, совсем иной. Те же ребята, тот же блеск в их глазах. Они выросли вместе со мной. Этих глаз удивительный цвет. Будет в наших учительских сердцах сиять. Мы учили их много лет. Наверное, вы, дорогая, могли от нас тоже устать. Я и мои коллеги, которые подготовили для вас этот сюжет, с гордостью можем сказать – мы учились в 22-й. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане прошел региональный этап федерального конкурса «Молодой предприниматель России-2016». Его победители будут представлять за Уралия на московском финале. Подробности в нашем сюжете. Конкурс «Молодой предприниматель России» проводится не в первый раз. Его цель – поощрение предпринимательских инициатив и поддержка лучших проектов в этой сфере на федеральном уровне. Со своей стороны правительство Курганской области прилагает все усилия для того, чтобы малый и средний бизнес на территории нашего региона развивался. Недавно оно внесло в областную думу законопроекты, которые предусматривают предоставление налоговых льгот предпринимателям. Те вот инструменты, которые у нас сегодня есть по поддержке бизнеса, в целом это должно в конечном счете привести к более высоким темпам развития бизнеса в Курганской области. На церемонии открытия регионального этапа конкурса заместитель губернатора призвал предпринимателя перестать ссылаться на кризисные времена. Давайте посмотрим на этот процесс по-другому. Вокруг нас в радиусе 300 километров проживает 12 миллионов человек, которые на продукты питания тратят 170 миллиардов рублей. Поэтому нам на самом деле повезло, что вокруг нас такие регионы замечательные, с очень мощными и емкими рынками, нам надо обязательно этим воспользоваться. Сергей Чебыкин призвал предпринимателей всегда смотреть перспективу и строить самые смелые планы. Если мечтать, то о целом мире. Если строить бизнес, то в мировом масштабе очень-очень большом. Вам успехов, на самом деле. И чтобы вот годика через три, через четыре, вот первый миллиард долларов вы работали. Руководитель бизнес-инкубатора Курганской области Александр Яковлев напомнил, что у зауральских предпринимателей есть хорошая традиция участия в федеральном конкурсе. Напоминаю, что в прошлом году участники именно финала в Москве, три статуэтки, привезли в Курганскую область из семи номинаций. Я надеюсь, что в этом году те участники, кто поедут в Москву, будут не менее достойны, чем в прошлом году, а даже на порядок выше. В конкурсе принимают участие молодые предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет. Они состязаются в номинациях «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» и «Личный вклад года». На региональный этап конкурса было подано 50 заявок. Предварительный отбор прошли 25 предпринимателей. Одним из них стал Исмаил Елхароев. В 2011 году он создал в Мишкино крестьянско-фермерское хозяйство – основной вид деятельности разведения крупного рогатого скота. Начинали с 30 коров и 100 гектаров пассионных площадей. Со временем бизнес расширился. Сейчас на предприятии трудится 10 человек. Также хотим надоить молока примерно около 50 тонн. Через 5 лет планируем увеличить реализацию мяса до 100 тонн. И через 10 минут, соответственно, будет 100 тонн. Еще одним конкурсантом стала Евгения Сухоносова из Шадринска. Она презентовала проект патронажной службы «Близкие люди». Служба предоставляет полный комплекс услуг по уходу за пожилыми и тяжело больными людьми. Она присылает сиделку, которая ухаживает за таким человеком, когда родственникам некогда или они живут далеко, иногда вообще в других странах. Помимо этого, патронажная служба оказывает услуги по транспортировке больных, их сопровождению в поликлинику, оформлению инвалидности и прочее. Мы ни от какой работы не отказываемся. Мы беремся за все, мы ничего не боимся. В патронажной службе трудится 20 сиделок. Еще порядка 50 находятся в резерве. Их услуги востребованы. Звонят даже из Кургана. В связи с этим служба открывает филиал в областном центре. На зов людей уже мы выходим. Мы просто вынуждены выйти на Курган, потому что нас здесь ждут. Здесь нет такой службы. Проекты конкурсантов оценивала авторитетная жюри. В него вошли представители областных и городских властей, налоговых органов и успешные бизнесмены. Их интересовало буквально все. От того, как молодой предприниматель пришел к идее открытия своего дела и почему выбрал именно эту сферу приложения своих усилий, до того, как набирал персонал и какова его квалификация. Победители регионального этапа конкурса будут названы уже на днях. Они получают шанс рассказать о себе на федеральном уровне и получить звание лучшего предпринимателя России 2016 года. Алексей Старцев, Николай Волков, Александр Менчиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру. Всего три дня осталось до окончания голосования одного из самых значимых конкурсов МВД. Четвертого всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый». Выбрать лучшего из лучших могут все желающие. Зауральцев также призывают голосовать за представителя своего региона. Нужно успеть. Голосование закрывается 10 ноября. Потом будут подведены итоги. Отметим на страницу голосования, которая размещена на портале «Комсомольской правды», можно перейти по ссылке с официального сайта регионального УМВД. Торжественная церемония награждения лучших участковых и вручение главного приза внедорожника УАЗ «Патриот» состоится 17 ноября в канун профессионального праздника Дня участкового уполномоченного полиции. Сообщи, где торгуют смертью. В Заурале с 14 по 25 ноября стартует второй этап всероссийской одноименной антинаркотической акции. Как сообщает пресс-служба УМВД, во всех районных отделах будет организован прием сообщений от граждан о фактах незаконного оборота наркотиков. Кроме этого, о нарушениях можно сообщить по телефону 02-100-020. Каламбур, но факт. Складывается ощущение, что производство и долги по заработной плате – понятия неразрывные. Так ли это в Заурале, расскажем прямо сейчас. На сегодняшний день в официальном реестре региональной инспекции труда задолженность по заработной плате в Курганской области имеют 22 предприятия. Общая сумма долга составляет 100 миллионов 894 тысяч рублей. В том числе и здесь долги за последние 2-3 года. Своих честно заработанных денег не видят более полутора тысяч зауральцев. Большая часть из этих предприятий – это предприятия-банкроты. По всем предприятиям инспекции были проведены проверки. Большие предприятия заслушаны на межведомственной областной комиссии. Представлены график погашения задолженности. Данная работа регулярно дает результаты. Так, на сегодняшний день уже погашено более 49 миллионов рублей долгов. Радостный день в жизни 4 тысяч работников. Это коснулось закрытия долгов двух предприятий-банкротов. Что опять-таки не может не радовать. На сегодняшний день из последних практически полгода находилась в реестре и закрыла задолженность полностью. Это водоканал Шумиха задолженность. ЖУ-3 частично закрыла задолженность. Межрегион строя в отношении 5 миллионов закрыла задолженность по заработной плате. Всего за 9 месяцев текущего года по вопросам оплаты труда в Заурале проведено более 300 проверок. Большинство из них было инициировано самими гражданами. Напоминаем, что инспекция труда, по желанию обратившегося, сохраняет его личные данные в полной конфиденциальности. В связи с этим зауральцы стали смелее и чаще отстаивать свои права. По итогам этих проверок к административной ответственности привлечено более 200 работодателей. Общая сумма штрафов превысила 4 миллиона рублей. Стоит отметить, что с 3 октября в трудовой и административный кодексы внесены поправки. Они касаются сроков выплаты заработной платы. Старая редакция у нас звучала, что заработная плата выплачивается не реже, чем 2 раза в месяц. Теперь законодатель конкретизирован, что не реже, чем 2 раза в месяц, не позднее 15 календарных дней, со дня окончания периода, за который она должна быть начислена. Кроме того, за невыплату или неполную выплату заработной платы для работодателей ужесточены штрафные санкции для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность от 1 до 5 тысяч, а на юрлица от 30 до 50 тысяч. При повторном нарушении взыскания увеличиваются в 2-3 раза. При этом стоит понимать, что штраф выписывается не за объединенный факт на предприятие, а за каждый конкретный случай. Сколько работников, столько и штрафов. То есть 5 сотрудников 500 тысяч рублей. У нас в этом году очень активизировалась работа со следственными органами. Мы очень много материалов направили на возбуждение уголовных дел. 7 материалов направлены в отношении фактов невыплаты заработной платы на дисквалификацию. По части 2 из них 5 имеется решение на сегодняшний день. В основном почему-то суды привлекают к административным штрафам в этом году. В те годы у нас было по 3 дисквалификации. Халатность руководителям с рук не сойдет. Меры ужесточены на всех уровнях, в том числе и федеральном. Алексей Старцев, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. В Кургане на днях открылась выставка художников Надежды и Игоря Щетининых. Наша съемочная группа побывала на месте событий и узнала подробности. Они смотрят в одном направлении, но каждый по-своему. Супруги и художники Надежды и Игоря Щетинины известны далеко за пределами своей малой родины и страны. Совместная выставка с озвучием в Кургане – долгожданное событие не только для мастеров, но и их поклонников. Собственно, художник всю жизнь готовится к выставке, потому что он всю жизнь пишет. А наступает время те, когда хочется поделиться впечатлениями своими со зрителями. Тем более, что в музее художественном мы с Надей не выставлялись, наверное, 22 года. В экспозицию семейной выставки вошли более ста произведений разных жанров. Здесь гармонично перекликаются живописи акварели. Это и пейзажи из творческих поездок на Байкал, в Тобольск, Башкирию, Сибирь и Казахстан. Это и впечатления от жизни, природы, музыки и поэзии. Я думаю, что для Кургана, как центра акварели всей России, где мы хотим сделать музей акварели, думаю, это особенно важно проведение такой выставки. Это наши мастера, наша школа. Причем они настолько разные, вот посмотришь, разные в направлении, и настолько вместе смотрятся гармонично, что мы просто, вот знаете, получаешь огромное удовольствие. Поддержав Четининых, пришли около сотни гостей. Среди них близкие друзья и коллеги художников. Выставка продлится до 10 декабря. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. С наступлением холодов многие курганцы задумались о теплой одежде. И очень, кстати, в областном центре открылась ярмарка. Стильные пуховики с мехом или легкие демисезонные куртки в областном культурно-выставочном центре найдется все это и многое другое по самым выгодным ценам от производителей. Здесь открылась ярмарка верхней одежды все по 3500. Название не случайно. Цена действительно одна на весь ассортимент. Будь то куртка на всем полюбившемся синтепоне, практически тинсуэйте, или новинка этого сезона – подклад из верблюжьей шерсти. Последняя не только очень теплая, но и легкая, а также удобная и практичная. Более трехтысячные минований товаров удовлетворят даже самого капризного покупателя. Здесь найдутся изысканные женские пальто, короткие и удлиненные пуховики. Большой выбор и для мужчин – пуховики, куртки и пальто из эко-кожи. Все это многообразие за 3500 рублей. В первые же минуты работы ярмарку посетило большое количество гостей. А все потому, что качество по доступным ценам не может остаться незамеченным. Уважаемые жители Кургана, мы привезли в ваш город ярмарку зимней верхней одежды. У нас более 3000 моделей курток, пуховиков, мужских и женских. Размерный ряд 42-го по 68-й. А главное – это наша цена. Цена от производителя – все по 3500 рублей. Гостей ярмарки ждут до 14 ноября в областном культурно-выставочном центре с 10 до 19 часов ежедневно. Все изделия отшиваются на современном оборудовании и используется форнитура только самого высокого качества. А если у вас голова закружится от огромного ассортимента, то грамотные продавцы-консультанты вам обязательно помогут с выбором. Итак, КВЦ, ярмарка верхней одежды, все по 3500, ждет ежедневно вас до 14 ноября. Успевайте! На этом выпуск новостей окончен. Впереди вас ждут реклама и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас огромный выбор товаров на все случаи жизни. Е-96. Заказывай и забирай. 23 ноября. Филармония. Настоящий подарок для всех любителей качественной рок-музыки. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев. На 3 года. Многоразовые подгузники «Канапуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Канапуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курганформация» и «Главаптека». 12 декабря. Курганская областная филармония. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Художественный руководитель Владимир Спиваков. Что самое приятное при продаже квартиры? Момент, когда вы получаете деньги. А при покупке? Когда вы получаете ключи и открываете дверь уже своего нового жилища. Получайте удовольствие от покупки, продажи и обмена недвижимости. А всю работу доверьте профессионалам. БК «Недвижимость». Единственная риэлкерская компания в Кургане, услуги которой сертифицированы. БК «Недвижимость». Красина 61. Телефон 411-511. Новые фильмы в Планетарии. Новые профессии в Мастерграде. Новое научное шоу профессора Стекляшкиной. ТЦ Рио, второй этаж. 229-109. В мебельном салоне «Елена» осеннее падение цен. Спальные гарнитуры от 17 тысяч диван. Еврокнижка от 10 тысяч рублей. А также много мебели на проспекте машиностроителей 1Г. Некрасовская ярмарка. В магазине «Мир техники» при покупке бытовой домашней техники подарки и скидки всем покупателям. Большой выбор техники российских производителей по доступным ценам. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. Новые фильмы в Планетарии. Новые профессии в Мастерграде. Новые научные шоу профессора Стекляшкиной. ТЦ Рио, второй этаж. Телефон 229-109. В мебельном салоне «Елена» осеннее падение цен. Спальные гарнитуры от 17 тысяч рублей. Диван «Еврокнижка» от 10 тысяч рублей. А также много мебели на проспекте машиностроителей 1Г. Некрасовская ярмарка. В магазине «Мир техники» при покупке бытовой и домашней техники подарки и скидки всем покупателям. У нас большой выбор техники российских производителей по доступным ценам. Баладарского 36. А теперь о прогнозе синоптиков. Днем в Кургане облачно. Утром с прояснениями к вечеру начнется снег, метель. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 4-6. Вечером потеплеет. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба. 8 ноября солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!